Понятно, а теперь надо успеть коротко так что-то сказать про этот хрустальный череп, который несколько лет. Да, собственно, что я могу сказать, кроме того, что опять же написано в литературе. Потому что, ну, единственное, что мне попадало сейчас, уже начали говорить о том, что вообще череп не имеет отношения к древней истории, что это вообще чуть ли не подделка современная. Вот. Единственное, что я могу сказать, что вот один из аргументов, который я встречал на одном из сайтов, посвященных Мезоамерике, то, что этот череп неизвестно откуда появился вообще не у историка или археолога, да, а у искателя приключений. И он выставил его вот на аукционе там каком-то, да, и после этого о нем заговорили, что этот череп вообще якобы не имеет отношения к Лубанту. Ну, ну, так можно вообще любую находку, собственно, взять и списать. А не может быть подделкой, если наши технологии не могут? Так, нет, ну, это нам понятно, да, ну, вот, как бы аргумент, который я встречал, да, что его даже нечего обсуждать в отношении древней истории, потому что неизвестно откуда взялся. Вот. Теперь вот по поводу, ты помнишься, этот маховик, который в 76-м году был? Сколько? Три. Ну, давай, ну, быстрее. Ну, давайте по этому, я тебе обещал, поэтому сказать немножко другое, по этому маховику. Надо покороче. Да, 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 да. В Сакарской коллекции, помимо вот этого загадочного маховика, на самом деле много загадочных предметов. В том же Каирском музее лежат, например, диски, похожие на наши CD-диски. Да, вот здесь непонятно ни технология создания этих дисков, ни назначения. Но есть и предмет, близкий как раз к этому маховику, то есть он сделан из того же самого материала, очень похожего на аспидный сланец. Он напоминает бублик. Это предмет, который напоминает бублик, разрезанный вдоль пополам. И вот этот бублик пустой, то есть такой полутор сделан. Вот такая половинка от бублика. Назначение, ну, если вот этот маховик взяли, обозвали вазой. Вот для этого полутора даже назначения никакого не берутся официальные диптологи назвать. Так просто называют предмет Сакарской коллекции. Чем он может быть, непонятно. То есть в бытовом отношении, опять же, его нигде не применить. Но там мало-то, что такой полуразрезанный бублик. У него есть остатки каких-то лепестков, уходящих внутрь. Загадочный предмет, абсолютно. Что-то, даже какие-то версии выдвигать очень сложно. Может быть, каким угодно техническим узлом. Или имитацией узла. Понятно. Ты, по-моему, мы обсуждали про радиоактивность скелетов. Надо проверить. А вот сам этот, ну, то, что маховик из него все-таки сделали, это, что можно сказать, это все-таки точное воспроизведение модели? Нет, там точного воспроизведения нет. Насколько я видел чертежи вот того, что было запатентовано в НАСА, как маховик с облегченным ободом, там был общий принцип. То есть, вот общая форма похожа, и общий принцип, что мы максимально вырезаем внутри при сохранении размеров для облегчения веса, но сохранение как раз вот инерционных свойств. Или чего нужен маховик? Сохранение инерционных свойств. Похожа очень форма. И она очень нетривиальна для того, чтобы говорить, что здесь вполне может быть не случайное совпадение. Ну, не точно, конечно, но не бывает абсолютно точных совпадений, даже когда мы делаем аналогичные объекты в шестеренке, они же тоже не бывают все одинаковые. У кого-то больше зубчиков, у кого-то меньше зубчиков. Фактически идея была заложена в этом воспитании. Ну, идея была, но, насколько мне известно, создатель этого маховика, который у нас оприменял, он, собственно, как бы не ориентировался на то, что есть в Каирском музее. Это, может быть, как раз задачи и физические законы определяют некую оптимальную форму. Вот поэтому получилось совпадение итоговой формы. Но я не встречал, по крайней мере, даже ни одного упоминания, чтобы человек съездил в Каирский музей, посмотрел, и ему пришла эта идея. По-моему, даже в альтернативной литературе нигде об этом не говорится. А может, это скрывают? А может, действительно, это... Но фактически форма? То, что на самом деле формы вот эти очень причудливые и очень намного могут наталкивать. Ну, то есть вот в Сакарской коллекции мы встречали то, что называется ритуальными сосудами. Очень похоже на набор химолабораторий. Там колбочки, там, емкостички, стаканчики, пестики с тупками. Почему бы нет? Ну, это, опять же, знакомая нам форма. Но там есть что-то, то, что я, условно, назвал воздуховод. Когда вот возьмем перемычку в обычной нашей трубе для вентиляции, вот она стоит крест-накрест. Вот теперь эту часть трубы отрезали с этой перемычки, еще дно сделали. Вот для чего это? Можно использовать для хранения ниток, да? А можно назвать действительно воздуховодом еще-еще где-то использовать. То есть на самом деле достаточно много предметов, которые мы просто не можем подобрать правильного объяснения, что это было. По функциональному назначению. Ну, тогда пожелаю вам удачного фильма на эту кассину. Всем привет! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...